Каким должен быть школьный учитель для того, чтобы заразить учеников любовью к своему предмету? Как использовать современные технологии для того, чтобы воспитать познание к миру? Здравствуйте! Это программа «Качество жизни» с Людмилой Марченко. Сегодня у нас в гостях Артём Викторович Рухов, профессор, заведующий кафедрой химии и химической технологии Тамбовского государственного технического университета. Здравствуйте! Здравствуйте! Личность учителя является основополагающей в процессе обучения, воспитания. Я хотела бы сразу задать вам вопрос. У вас есть педагогический стаж и стаж преподавательской работы в университете. Если не секрет, какой он? И что вы можете сказать о том, каким должен быть сейчас учитель и преподаватель? Педагогический стаж у меня начался в 2008 году с должности ассистента, естественно, в моем же Тамбовском государственном техническом университете. А в школе я себя тоже попробовал. И попробовал я себя, наверное, лет пять назад, естественно, работая уже со школьниками сначала с 13-й школы, а не так давно начал еще работать со своей родной и любимой Цнинской первой школой, на которой находятся поселки строителей. То есть я там веду такую дисциплину, которая называется ведение в химическую технологию. «Каким должен быть учителем?» Я думаю, что интересным. Я думаю, что должен быть интересным. Я считаю, что если я за день не узнал ничего нового, то день прошел впустую. Я думаю, что точно так же должны рассуждать абсолютно все молодые люди. Если я за день не узнал ничего нового, день прошел впустую. А тот человек, от которого я новую знаю, я думаю, что как раз должен быть учитель. И то, что он рассказывает, должно быть интересно. И самое главное, самое главное, я думаю, что еще полезно. Учитель учит. А учитель, это у нас с вами немножко большее понятие. Обратите внимание, например, всевозможных восточных и набор. Сложно там есть место учителя. И это не тот человек, который тебя учит как-то ногами махать, но еще учит как-то философии жизни, учит, скажем так, поведению. Ну, учитель, это тот, кого ученик уважает. И это абсолютно правильно, это абсолютно верно. И смотрите, какая интересная теперь у нас с вами ситуация получается. Учитель в современном мире должен показать ученику интерес к этому миру. Вообще-то, я вот всегда студентам с вами говорю, задача школы, и прежде всего высшей школы, это научить учиться. Потому что набить голову фактами, оказав услугу, это медвежья услуга. Потому что, во-первых, факты у нас с вами со временем могут измениться. Факты у нас с вами могут модернизироваться, потому что мир движется вперед. Да, я понимаю, что есть фундаментальные какие-то вещи, там, законы математики, законы физики, законы. Химия, 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 они никуда не меняются. Многие вещи остаются у нас с вами фундаментальными. Ну, например, какие-то открытия делаются, какие-то, соответственно, новые законы, какие-то новые материалы у нас появляются. Естественно, это должно отражаться. И забивая голову просто этими фактами, мы делаем медвежью услугу. Потому что мы человека просто превращаем в робота, который по вот этим вот инструкциям будет, соответственно, выполнять какие-то действия, ничего подобного. Но наша задача научить ребенка так, чтобы он сдал ЕГЭ. Сдал ЕГЭ, набрал хороший балл и поступил туда-то в желательный бюджет. К сожалению, да. К сожалению, да. Вот, мы занимаемся дрессурой. И после дрессировки можно получить только дрессированного человека. А грамотного и, скажем так, компетентного человека можно получить в результате учебы. Надо молодому человеку привить интерес к учебе, чтобы он сам учился. Надо создать такую обстановку, чтобы было интересно познавать этот многогранный завораживающий мир. Ведь столько еще неоткрытого. Я вот вижу по сегодняшнему настроению, все известно, все понятно. Надо открыть только книжку или векопедию, и сам все будет написано. Ничего подобного. Ничего подобного. Столько еще тайн в этом мире, которые до сих пор не открыты. Вот у нас с вами столик стоит. Вот до сих пор непонятно, как формируется эта структура. Притом мы уже с вами тысячелетия его производим. Мы этот материал с вами делаем. Но как он формируется, непонятно. Основной из строительных материалов, которые мы с вами применяем в жизни, это бетонные и растворы, которые сделаны на основе портлона цемента. Тоже до сих пор непонятно, как формируется эта структура. То есть открываешь любой учебник, написано, механизм процесса формирования цементного камня до сегодняшний момент непонятен. Известно то-то, 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 а общей теории нет. Мы работаем в области химической технологии огромное количество производимых материалов, которые мы научились делать, но все равно есть определенная тайна. Все равно есть определенная тайна, которую надо открывать. И вот как раз молодому человеку надо объяснять, что это интересно, что это завораживающе. А со стороны государства должна создаваться такая обстановка, чтобы человек понимал, что, занимаясь этим интересным, он будет всем необходим и обеспечен. Он должен быть всем необходим и обеспечен. Вот тогда у нас с вами есть шанс. А когда учитель, когда у нас с вами следователь получает, наверное, зарплату меньше, чем у таксиста, это страшно. Это страшно. Это страшно. По-другому я это назвать уже никак не могу. Ну, для того, чтобы смотивировать ученика на познание мира, на то, что мир еще до конца не открыт, и тех знаний, которые есть в учебнике, в Википедии, в конце концов, вообще на просторах интернета, они еще не все, не полностью могут описать происходящее. Но здесь такая тупиковая история, мне кажется. С одной стороны, он видит, что очень много информации, которую он не в силах, сам ученик, из-за особенностей своего возраста, так скажем бы, из-за того, что у него не хватает каких-то определенных знаний, познавательных способностей своих собственных, он не может эти знания усвоить. Ему еще говорят, этих знаний еще так мало, и впереди еще очень много. Вот здесь как раз не будет поставлена точка, и ученик скажет, я не хочу вообще заниматься этим. Не будет, не будет. По одной простой причине, что вот здесь и должен появиться учитель. Вот здесь должен появиться учитель, который подскажет где-то, может быть, где-то направит, но ни в коем случае не загонит в шоры, чтобы не появилось какое-то такое своеобразное туннельное мышление. Вот здесь как раз и должен появиться человек. Притом этот человек должен быть очень компетентным. Учитель компетентный – это какое? Это учитель, который знает фактически материал своего предмета, знает психологию, педагогику, какие-то дисциплины, которые были в пединституте. Либо нет, либо сейчас мы от этого должны отойти, и учитель имеет свою другую, так скажем, формулу. Нет, ничего подобного. Много уже тысячелетий. Во-первых, человек должен, что такое компетентным? Он должен быть специалистом в своей области. Во-вторых, я всегда своим студентам и всегда всем говорю, ты будь добр на отлично знать свою область и хотя бы еще на четверочку соседней. То есть ты, если знаешь, извиняюсь, хорошо химию, но ты, значит, и физику коснуться должен, и математики, и, соответственно, информатики. Это просто в сегодняшнем мире обязательно. Ты должен понимать действительно, ну, скажем так, душу молодого человека. Ты должен, скажем так, ну, подсказывать ему, должен направлять, может быть, где-то, где-то даже, ну, не то что помогать, как бы по этому правильнее сказать. Я думаю, что, наверное, принимать сторону молодого человека, то есть понимать его интересы. Вот когда мы с вами хотим какое-то сделать большое дело, вот, начинают говорить, что интересы общего всегда у нас превыше, чем интересы частного. Ничего подобного. Интерес общий должен складываться из множества частных интересов. И грамотный руководитель должен создать такую обстановку, чтобы вот эти частные интересы слились в одну общую реку. И вот как раз может быть, может быть, действительно, учителю, грамотному учителю, нужно как раз понимать, ну, друг, ну вот, да, тебе вот это неинтересно, смотри, а вот так вот так будет, вот это уже интересно. Вот у меня был такой случай. Был такой случай. Я, прежде чем читать физхимию у химиков, естественно, решил сначала прочитать ее у нехимических специальностей. Я взял наших автомобилистов. Наши автомобилисты, у нас есть такая кафедра, сейчас не знаю, есть ли в этом у них в году набор, но так он, в принципе, существует. И я им читал физхимию. И я чувствую, что они интересные. Ну, то есть, ну, они это не понимают, это не их родное. Но я быстренько все это дело перевел, на то, что им понятно. Я первый закон термодинамики начал им рассказывать на примере зарядки и разрядки аккумулятора. Вот. И я из зала слышал, вот, оказывается, почему плотность электролита падает. Я, конечно, серная кислота переходит в сульфат, в раствор свинца. Оп. Потом дальше мы с ним пошли, коснулись вопросов, связанные с растворами, коснулись с вами немножко вязкости. А я им про масло начал рассказывать. А не, когда-то химия. Я говорю, еще какая. Да. И вот мы очень весело дошли, соответственно, от начала дисциплины до конца. Интерес должен появиться. Интерес должен появиться. То есть, мы любую науку должны перевести в область занимательной физики, химии, математики, и тогда пойти, выйти на уровень изучения каких-то сложных тем. Нет. Мы должны показать, как это нужно в перспективе. Вот у нас есть тоже такая специальность, как дорожники. Вот. И я слышу в коридоре, один другому говорит, зачем мне эта химия? Я же дорожник. Я бы мог мимо пройти. А я остановился, говорю, друг, дорогой, а давай с тобой немножко поговорим. Он раз так немножко испугался. Ну, хватит, ты расслабься. Я говорю, сегодня не кусаюсь. Вот давай с тобой разберемся. Ты дорожник, да? То есть, ты в перспективе должен заниматься технологией изготовления дорожных покрытий. А еще делать дорожные покрытия? Ну, он начал говорить, асфальт. Я говорю, прекрасно. Что это такое? Ну, он начал мне рассказывать. Это вот битум, который намешивается с щебнем, с песком. Я говорю, очень хорошо. Что-то на первом курсе это уже знаешь. Говорит, ты знаешь, что такое битум? Ну, это что-то переработка нефти. Я говорю, прекрасно. Это либо продукт вакуумной дистилляции гудрона, либо это продукт окислительно-полимеризации гудрона. А вот. А это у нас, друг, химическая технология. Особенно последний, как раз процесс именно реализуется на территории России. У нас в вакуумных практически нет установок. А вот. И это надо знать. Притом, говорю, ты знаешь, говорю, в России, например, есть уникальная установка, которая находится в Рязани, где охлаждение, отвод тепла в результате процесса окисления осуществляется тем, что прямо в реакционную массу добавляют воду, которая превращается в пар. Я сейчас могу ошибиться. По-моему, честная была технология. Это на картонно-рубироидном заводе реализовано. И она говорит, она в России. И говорит, на ней он съездит, посмотрите, как она работает. Он осёкся. Я говорю, подожди, не убегай, не убегай. Я говорю, а вот как ты думаешь, производство бетона, из которого тоже производят у нас с вами дорогу, это физический процесс? Да, конечно, физический. Я говорю, ну да, взяли песок, взяли щебень, взяли цемент, добавили водички, дали высохнуть и получилось. Ну да, так. Я говорю, ничего подобного. Запомни раз и навсегда. Процесс получения бетона, процесс получения цементного клада, это химический процесс. Там содержится минерал, который называется солид, и второй минерал, который называется белид. Это два основных минерала. Если, скажем так, нашим уважаемым телезрителям объяснить, то это нестие химетрические силикаты кальция, которые в результате того, что вступают в химическую реакцию с водой, образуют такие водонерастворимые вещества, которые называются кристаллогидраты. Всё. Я говорю, а это химический процесс. Я говорю, правда, правда. Я говорю, для того, чтобы самая цементная кладка получилась хорошая, её надо не сушить, а наоборот мочить. Потому что для того, чтобы химическая реакция прошла до конца, нужно много воды. Я говорю, а ножибы ещё хитрее делают. Берут железобетонные изделия, помещают в специальную камеру, под этот пар. Чтобы этот пар проник во все поры, там сконденсировался, эта вода пошла, соответственно, на химическую реакцию. Ну вот я надеюсь, что я этого человека немножко как-то так изменил сознание. И он понял, что это всё нужно. И вот, абсолютно верно, мы об этом как раз не сказали, мотивация. Молодой человек должен понимать, как эти знания пригодятся ему в будущем. И ещё раз хочу на что застрить. Вот сейчас, я не знаю, какая-то вообще неправильная ситуация идёт. Голову молодого человека забивают фактами. Притом забивают до такого состояния, что у них начинается отторжение. То есть я не хочу больше, я устал, это сложно. Нет, ну а как же знание фактического материала? Надо, надо, надо. Голову заполнять причина следственными связями. Заполнять голову фундаментальными законами. Если я в голове создам такую сообразную систему, матрицу, как это всё между собой взаимосвязано, то есть как устроен мир, какие есть фундаментальные законы, всё остальное, которое называется факты, я могу подчеркнуть. Человек, который забил голову фактами, он никогда не сможет новую какую-то тему самостоятельно разобрать, самостоятельно изучить, потому что он набил голову фактами. А тот человек, который набил голову причинно-следственными связями, ему любая тема будет под силу. И вот молодым людям, молодым людям прежде всего надо держаться тех учителей, которые учат учиться. Мы с вами учимся всю жизнь. Нет такого, что мы отучились в школе, отучились в университете, получили какие-то навыки, пошли механически работать. Там, где можно механически работать, там человеку делать нечего. Нечего. Надо только заниматься тем, где ты создаёшь чем, что-то вот этим и больше ничем. Только интеллект будет в современном мире. И вот как раз был у вас правильный вопрос. Какой человек, какой учитель будет востребован в современном мире? Тот, который учит молодого человека учиться, то есть совершенствовать всю свою жизнь, и учит создавать какие-то блага именно головой. Мотивировать школьника и студента – это одно и то же? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Потому что и те, и те молодые люди, и те, и те, скажем так, выбрали мир познания. Единственное что? Единственное что? Школа. Школа – это всё-таки фундамент закладывает. И вот здесь как раз молодому человеку надо объяснять, что всё тебе для гармоничного развития нужно. И вот я, например, крайне против профильных классов. Удивительно. Мне казалось, что… Ничего подобного. Так как вы заведующий кафедрой, вы преподаете очень серьёзный предмет, и вы заинтересованы в том, чтобы после школы по вам пришли дети, которые имеют специальную подготовку после профильных классов. Когда они знают химию так хорошо, что вам нужно с ними будет идти дальше, дальше развивать. Великолепно. Только мы, оказывается, не знаем физики, не знаем математики. Очень часто бывает, к сожалению, такое. И получается такая ситуация. Для того, чтобы где-то, ну, может быть, преподавать химию, вот знать химию это будет достаточно. А для того, чтобы экономически обоснованно и экологически безопасно получать химические вещества, нужно знать и химию, и физику, и математику, и геокологию, и информатику. И можно долго-долго продолжать. Вот. Иногда даже бывает такой студент, у меня спрашивает, зачем у нас правоведение? Я говорю, друг дорогой. Я говорю, а какие-то вопросы связаны с экологией, какие-то вопросы связаны с поставкой сырья. Это что, не юридические вопросы? Ты хотя бы должен быть знаком с ними. Ты не должен это идеально знать, для этого есть юрист. Но ты хотя бы должен быть знаком. А о культуре речи, говорю, прекрасно. Она говорит, вести деловые переговоры. Извиняюсь, а просто записать заявление. Тебя где научат? Именно там. Вот я сейчас хочу похвалиться, что вот в течение двух лет я очень круто тряханул всю учебную нашу программу. И я создал, ну, считай, что такую систему, где знания последовательные, то есть мы что-то изучили, это не просто так, не впустую. На нем строится следующая дисциплина. Вот, кстати, очень тоже важная вещь. Со школой я замечаю в последнее время, что школьники приходят, и у них такая философия. Я прошел, я сдал, я забыл. А я их с первого курса учу. Ничего подобного. Я говорю, вот мы с вами выучили химию. Молодцы. Вот выучили неорганику, вот выучили органику. А на основе них потом, на основе неорганики, мы с вами аналитику построим. А на основе органики и неорганики и общей химией мы построим с вами физхимию. А на основе физхимии, вот, мы построим с вами ОХТ, а потом процесс аппарат химической технологии. А потом мы с вами научимся проектировать акционное оборудование. И все, 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 все. Это как домик строится от фундамента, вот, который мы закладываем. Но этот фундамент должен закладываться в школе. А в школе это должна быть. Школа общая, образовательная. Вот я считаю, что человек должен принимать решение, кем он будет в 11 классе. А до этого, до этого он должен получить всеобъемлющее, качественное образование по всем основным предметам. И если даже я хочу стать, не знаю, литератором и писать стихи, я должен понимать, что закон сохранения массы работает. Тогда меня никто не обманет. Тогда меня никто не обманет. Это вплоть до того, что вот я и школьникам, мы своим уважаемым студентам, говорю всегда, друзья мои дорогие, вот мы в мир приходим в этот ни с чем. И уходим ни с чем. И единственное, с чем мы можем с вами противостоять этому достаточно жестокому миру, это нашему интеллекту. Вот, поэтому учимся, учимся, еще раз учимся. В любом педагогическом институте, в любом даже, например, педагогическом училище есть предмет методика преподавания. Вот сейчас в современных условиях это пережиток? Нет, я думаю, что нет пережиток. Потому что есть авторские программы, есть разные учебники. Вот методику нужно изучать? Нужно изучать психологию, педагогику. Вы часто, кстати, обращаетесь к этим дисциплинам? Психология, педагогика. Они вам помогают? Знаете, я к ним не обращаюсь. Вот, ну, мне как говорят, что ты, Артем Викторович, хороший психолог. Это у меня просто как-то получается из общения с людьми. То есть, ну, я общаюсь с молодым человеком, понимаю, что ему интересно. Как, например, что-то объяснить? Вот, например, сейчас говорят, что развиваются очень хорошо эти информационные технологии, можно преподавать через телевизор. Ничего подобного. Я пробовал. Когда я нахожусь в аудитории, мало того, что мы общаемся, я еще смотрю на людей. И я даже по выражению лица сразу понимаю, человек понял или нет. И надо, бывает такая ситуация. Бывает такая ситуация. Я что-то рассказываю. Я говорю, ребят, все понятно? Все говорят, да. Я смотрю, у одного искорка в глазах, что нет. И я молчу о том, что именно у него искорка в глазах, что нет. Я начинаю рассказывать. До тех пор, пока он мне не скажет, да, я тоже понял. А это как? Вот так надо делать. Именно при непосредственном контакте. Вот. Невозможно без личного контакта, соответственно, учить. Следующее. Следующее. Почему очень часто школьники теряют интерес для студентов в дисциплине? Вот из такой проблемы, что они боятся сказать, я не понял. Он сначала сидит, ему что-то маленькое непонятно, а потом разберусь, почитаю. Вот. На следующем самый день приходит, на этом, что ему было непонятно, строится следующее. Ай, уже что-то, какой-то дискомфорт, что я что-то не понимаю, у меня что-то такое внутри, да, уже какое-то отторжение начинается. А через некоторое время вообще ничего становится непонятно, потому что оно наслоилось и полностью потеряется интерес к предмету. Вот этого быть не должно. А вот здесь как раз должен появиться учитель, который должен не услугу оказывать, а учить он должен. Он должен учить, он должен смотреть, тебе все понятно, все хорошо. А у нас сейчас, ну, просто анекдотическая ситуация. Чтобы учиться, надо ходить к репетиторам. Это неправильно. А я думаю, мы с вами платим налоги на то, чтобы существовала система образования. Зачем же получается еще к репетиторам ходить? Мы когда учились, ну и когда вы учились, наверное, у меня в классе никто не ходил к репетиторам. Вот, в соседний класс ходили к репетиторам, ну, это считалось что-то такое, но это вообще уже ниже плинтуса. А сейчас, наоборот, все отличники у репетиторов. Это неправильно. Давайте вернемся к личности учителя. Вот личность учителя иногда помогает школьнику особенно полюбить сложный предмет. Ну, во-первых... Вот бывает, что человек настолько интересен, учитель сам по себе, он разносторонний, он показывает ученику связь вообще с культурой всего мира. И тогда, вот через любовь к человеку приходит любовь к предмету. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Личность учителя очень важна. Вот мне по жизни повезло. Мне по жизни повезло, у меня все время встречаются очень хорошие учителя. Вот в школе Ишков Алексей Иванович, который, в принципе, меня очень хорошо поддержал. Я считаю, что... Я думаю, что это один из лучших физиков у нас вообще в Тамбовской области. Как бы, может быть, сейчас его не было бы так вот внутри дискомфортно, но действительно, я считаю, что так. Вот. И не из-за того хороший физик, тот, который знает предмет, а тот, который может раздолбая, как я. Да-да, я был раздолбаем, я прогуливал школу, а вот, ну, скажем так, поставить на путь истинный, искать, что, друг, ну, ты чего? Ну, чего ты? Ну, смотри, как классно. Смотри, вот это вот с этим связано, посмотри, вот это, вот это. А вот, зная вот это, ты можешь вот это узнать. Вот так вот рот открылся, начал учиться. Начал учиться. Вы сейчас широко используете новые технологии и новые средства, там, связи, различные каналы, возможности интернет, которые предоставляет. Не получается ли так, что, используя это, преподаватель, учитель слегка заигрывает со студентами и с учениками? Вот смотрите, какая ситуация. Либо это большой плюс, если вы правильно используете. Вот смотрите, какая ситуация. Если правильно использовать, это большой плюс. Потому что, например, ну, используя какие-то информационные технологии, какую-то детальку там можно в разрезе показать, как-то ее поворачивать, соответственно, покрутить. Но я вот в последнее время все-таки прихожу вот к тому, с какому мнению. Когда мы учимся, когда мы учимся, мы с вами задействуем органы наших чувств. У нас их с вами пять. И вот я все время студентам говорю так. Если ты хочешь действительно что-то изучить, если ты хочешь что-то запомнить, чем больше органов чувств ты задействуешь, тем лучше. Ты послушал, ты посмотрел, ты записал. Ты записал. И я вот прекрасно помню, вот сейчас у меня дисциплина, называется оборудование химических предприятий. Когда я учился, она называлась немножко по-другому. Нам ее преподавали четыре семестра. Нам ее преподавали четыре семестра. Сейчас у меня осталось только два. У меня сейчас осталось только два семестра. За счет чего, соответственно, да, объем я чуть-чуть уменьшил. Там выкинул некоторые разделы, но деваться уж просто некуда. За счет чего я экономлю время. За счет того, что нам раньше, Сергей Ильич Карпушкин, каждый аппарат, каждую машину рисовал доски мелом. И мы считали это, ну, наверное, какой-то пережиткой прошлого. А сейчас я понимаю, что ничего подобного. Я ее перерисовывал в тетрадочку, карандашиком или ручкой. Я до сих пор помню, где там рассекатель стоит, где там расширяющийся рубашка стоит, где ролики у теплообменника с плавающей головкой расплаваются, потому что я ее зарисовывал. А сейчас я им показал на слайде. Это вспышка, и она тут же исчезла. Спешим. Вот что, мы спешим все время. Не надо никуда спешить. Не надо быстрее. Надо хорошо. Не надо больше. Надо лучше. Не надо больше. Надо лучше. И вот мне по жизни везло с хорошими учителями, которые действительно своим интеллектом, человек, который должен быть учителем в школе, этот человек должен быть очень высокоинтеллектуальный. Вот. Если я и смогу, например, пройти вот при тех ожиданиях, которые я считаю, должны предъявляться к учителям, то это прям по самым минималкам. То есть, этот человек с IQ, я считаю, что больше 130 должен быть. Это должен быть интеллектуал. Это должен быть действительно классный психолог. Это должен быть душка. Это должен быть душка, чтобы к нему люди тянулись. Общество размножается при помощи науки и образования. Если мы хотим, чтобы наше общество было ого-го-го, то, значит, соответственно, мы должны быть с вами в науке и в образовании. И там должны быть самые лучшие, лучшие из лучших. Никуда с этого не деться. Это законы природы. Вот. Кстати, чем мне, например, нравятся естественные науки и технические науки? Они действуют по закону природы. Я не могу обмануть закон природы. Это же здорово. Это же классно. Ну что ж, Артем Викторович, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, что это была программа «Качество жизни» Судбилы Марченко. И у нас в гостях был профессор, заведующий кафедрой химии и химической технологии Тамбовского государственного технического университета Артем Викторович Рухов. И мы говорили о том, как личность учителя влияет на образовательный процесс. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok